А делались легким испугом? Почему так быстро иссякла волна народного негодования? И как надолго люди ушли с улиц? Платежный тупик. Какие неточности нашли киевские власти в коммунальных счетах? И ждать ли жителям других регионов работы над тарифными ошибками? Миссия невыполнима? С чем уехали из Украины ревизоры МВФ? И пришлют ли новый транш после увиденного? Халявщики или партнеры? Какая роль отводится Киеву на саммите Украина ЕС? И как долго еще нас будут кормить обещаниями о безлизи и ассоциации? Деньги не пахнут. Когда закончатся путешествия львовского мусора по стране? И в чьи карманы текут миллионы с утильным душком? Я Алексей Лихман. Мы начинаем подробности недели. Здравствуйте. Завтра. Третья годовщина революции достоинства. Именно 21 ноября в Киеве начался Майдан. Люди тогда вышли на улицы в поддержку евроинтеграции Украины. И логично, что сегодня время подводить итоги. За эти три года мы пережили многое. Сделано немало. Но еще больше только предстоит сделать. Об этом и будем говорить в сегодняшней программе. Ну а начнем, и это тоже логично, с политиков. С того, чего нам всем ждать и от Верховной Рады, и от Кабмина, и от президента. Петр Порошенко выступил сегодня с обращением по случаю Дня Достоинства и Свободы. Полностью это обращение вы посмотрите сразу после подробности недели. Президент призвал украинцев не допустить острых внутренних конфликтов в стране, которые только на руку врагу. Метою Кремля есть постоянная внутренняя дестабилизация, анархия, отаманщина. Достроковые выборы в Украине и посиление позиций пророссийских сил в новом парламенте. А далее ревизия европейского курса. А еще потом повная изменяя внешнеполітичного вектору державы. В финале – повернение Украины в имперское стойло. Если пойти шляхом острых внутренних конфликтов, можно очень быстро кинуть страну в прерву хаоса и безлада. Сделать незахищенную перед внешней агрессией. Как президент я не допущу такого сценария. Я уже неодноразово на исторических прикладах показывал, как авторитарно Московия переваги демократии в сусідних странах використовала в своих интересах, аж до поглинания этих стран. Впевнений, в этот раз в ней ничего не выйдет. Почему? Потому что мы, украинцы, мудрый народ, который сложно сбить на маневте. Одночас закликаю не таврувать всех без разбора участников массовых акций. Зрозуміло, что у людей есть подставы для невдоволения, и каждый вольный граждан в вольной Украине имеет невидимное право на протест. Саме демократия и свободы стали очевидными здобутками революции и гидности. Война и криза заважали сосредоточиться на вопросах добробода. А сейчас уже уряды, вся влада, имеют возможность сконцентровать внимание именно на этом. Ну а кому точно будет сложно сконцентрировать внимание сейчас, так это, пожалуй, депутатам. На этой неделе парламент поразил даже тех корреспондентов, которые давно работают в Верховной Раде. И драки были, и оскорблениями забрасывали друг друга, и на каждого второго вешали ярлык агента Кремля. Все это на фоне уличных протестов, которые по замыслу организаторов должны были выглядеть серьезно, ну а получились, мягко говоря, странными. И даже постановочными. Почему демарши не удались на улице и переквачивали в Раду? Екатерина Лысенко о миграции этого политического цирка. Ждали сюрпризов от уличных протестов, а получили в парламентском зале. То ли поиск внутренних врагов расшатал Верховную Раду, то ли уже просто не могут терпеть друг друга под одним куполом. В демаршах и обвинениях над депы явно идут на рекорд. И еще несколько таких недель, и в этом парламенте сложно будет найти ли двух депутатов, которые не были бы в ссоре. Уже на старте не задалась неделя у главного радикала. Думал, что будет, как обычно, эффектно держать слово, а получилось, дважды не выдержал удар. В оппозиции такие действия пояснили просто усталостью от голословных обвинений. Впрочем, порция обвинений от радикалов досталась и другим. Еще недавно были верными соратниками по коалиции, а теперь обещают непримиримую борьбу. Я очень злый на Юльку, которая, эта московская зозуля, одевана в украинские вишиванки, пыталась чужими руками реализовать путинский и кремлевский план по захоплению влады. Само Басхищиня отвечает на обвинения о пропаганда. Наша команда начала глубоко копать все вопросы, которые связаны с искусственными вкладниками, с людьми, которые брали кредитные займы. Таких людей у нас вместе с членами их родин миллионы. И мы начали разбираться, чему, по-перше, впали 83 банки, вернее, чему их поховали. И как только они понимали, что мы докопалися до этой информации, началась просто травля. И на меня, на нашу политическую команду, были спущены, по сути, все придворные пропагандисты администрации президента. Сегодня, очевидно, кто находится в настоящей опозиции, а кто фейковая опозиция. Это был пшик, это не был Майдан, это не был гнев людей. Это была маніпулирована месяц подготовлена акция анти-Майдан. Про тарифы, про которые закликала Юлия Владимировна выходить на улицу, и фракция Бельківщина активно агитировала общество. У нас есть простая ответственность. Мы не играем в популяризм, не без того, что должны быть митинги. Они вказывают владе, где она недопрацовала. Но не проплачены. И не бунты. И не анти-Майдан. Потому что так не будет результат. Не осталась в стороне и самопомощь. Выход из зала и двухдневный демарш, чтобы напомнить о себе на фоне главных героев парламентской недели. Наши неголосования – это поведение общества. И тиск на Верховную Раду, что нужно избавиться недоторганности народного депутата, который, хоть и в суд и выстоит свою честь и гидность, и нет с этим никаких проблем. Просто покидаю зал в такой день, когда мы рассматриваем законопроекты по инфраструктурам, по транспорту. Для меня это просто не то, что думает, что сегодня взрыв просто такого важливого дня голосования. Скандал за скандалом нардепы дотянули до пятницы. Традиционная четко обмена, министры в зале почти все отсутствуют. Тоже традиционно Арсен Аваков. Нет и трех фракций. Одни завещаются, другие протестуют, третий пиарятся. Но не только в пятницу, даже для нескандальной повестки дня всю неделю голоса приходилось не просто искать, буквально умножать. Вот нардеп Антон Яценко превзошел, похоже, всех в скорости по кнопкодавству. В четверг, впервые за всю мою память, в зале были моменты, когда не было 200 человек. Это очень большая редкость. Это говорит о том, что депутаты все меньше воспринимают этот зал как реальное место работы. Мы видим, как коалиция не может собраться. Мы видим, как законы принимаются только за счет вне коалиционных депутатов. Как всегда, порядок день не створен только двумя фракциями. Совсем низкая продуктивность работы коалиции, безпосередних депутатов с большинства. А ведь это еще и главный документ, который предстоит парламенту принять. Бюджет 2017 даже не в повестке дня. А там проблемных вопросов куда больше, чем в любом другом законопроекте. И самое страшное, как на меня, это в связи с поднятем минимальной заработной платы, значительно поднимаются податки для малого и среднего бизнеса. И это та проблема, которая будет завтра стоять перед всеми нами и перед органами местного самоурядования. Будут змушены и урядовцы, и депутаты в первую очередь в бюджетном комитете найти выход для пенсионеров. Потому что неможливо голосовать проект, в котором пенсия вдвече, а то и больше, ниже, чем минимальная заработная плата. Если не будет податковой реформы, потому что сейчас маленький бизнес, средний бизнес, все украинцы, они кричат как раз про податковую реформу. Питание в том, что она должна быть ухвалена три месяца назад, как минимум. Вы знаете, что не можно сейчас, чтобы то изменять, но хочется это сделать сейчас. И только после этого бюджет в другом читании. Компромисс зависит от политической воли и ответственности. Очевидно абсолютно, что ответственность у нас сегодня мое подниматься. Это касается всех представителей коллекции и опозиций. Как и в прошлом году, бюджету хватает защитников из коалиции, но там точно не хватит голосов за, чтобы получить заветные 226. Ждется идти к другим фракциям и группам, причем в этом году за куда большей добавкой с более значительными обещаниями в обмен на поддержку. Мы уже видим, уже появились программы, тому на пожежные машины, тому на специальные другие программы. Вот уже зрозумело, где эти умовления будут. Это будет снова банальным подкупом депутатов. А далее вам столько-то на округ, а далее вам еще гарантуют какие-то программы. Я думаю, этот шлях не будет. Все решат через несколько недель. Кому помогут, а кому забудут, и кто получит приятный бонус своему голосу за бюджет. Мы не сможем поддерживать этот бюджет, потому что нет реальной индексации пенсии и заработных плат. Это остается старая податковая система, которая нищит сегодня любую экономику нашей страны. Податки не посильные. База податковая находится в цении. А нам нужно выводить ее в цении. Нет ответов в этом бюджете. Вновь они оставили податки на пенсии працюющих пенсионеров. При том, что 20% бюджета будет выделено на оборону и на безопасность. То есть это на Назгвардии, армию и так далее. Знайшли возможность уряды подвищать заработную платную больше, чем в два раза. Это будет податка на 16% пенсий и минимальных прожитковых минимумов и стандартов. Это будет податка от 30 до 37% заработных плат. Учителям, медикам, работникам спортивных школ, библиотекарям и так далее. Не все так плохо, как говорит фракция Батьковщина. Позиция нашей фракции. Бюджет является наиболее важным документом сегодня по борьбе с бедностью. И если мы принимаем бюджет, который даст хоть на крок людям поделать бедность, то мы за это будем голосовать. Мы категорично против того, чтобы удавалась полицейская держава, что увеличилась вытрата на силовый блок, чтобы не было увеличения социальных выплат. Главное это пенсии. Поэтому мы будем стоять на своей позиции и не проголосуем за бюджет, к которому не будет вырешено питание увеличения пенсии. Еще одно решение, которое принято так и не было, появление в графике у депутатов в дополнительной рабочей неделе. На это голосов не набралось. Понятно, не стали кнопкодавить за то, чтобы работать чуть дольше. Нардепы ушли на двухнедельный перерыв. Возможно, одним за это время в партийных офисах придумают обвинение получше, других поучат держать удар. Ведь в парламент у нас все больше места для эффектов и все меньше для результатов. Екатерина Лысенко, Вадим Сферидонов, Павел Лысенко. Подробности недели. Телеканал Интер. Ну, как видим, не только обвинения и угрозы на устах у наших депутатов. Бюджет все-таки хоть как-то обсуждают. О качестве этого законопроекта поговорим с Оксаной Маркаровой, первым замминистра финансов Украины. Здравствуйте, Оксана, спасибо, что пришли. Скажите сразу, вот этот вариант бюджета, который вы выдали на второе чтение, уже с повышенной минималкой в 3200, это окончательный вариант или Кабмин может еще передумать, еще что-то там ему ставить? Нет, это остаточный вариант, который мы внесли. И если Верховная Рада не будет нам повертать, а у нас есть великая уверенность, что не будет, то это тот вариант, который мы сейчас активно обговорим с бюджетным комитетом. Что нужно сделать, чтобы убрать негативные последствия от минимальной зарплаты в 3200? Говорилось о ряде законопроектов, которые должны отвязать минималку от других выплат, например, штрафов или о подвязке к пенсиям чиновников. Мы уже внесли разом с бюджетом 3 законопроекта, в одном из них есть полный заходы все, которые, с одного боку, отвязывают от штрафов, от подачи в суд и так далее, защищают граждан, в другом мы отвязываем зарплаты некоторых посадовцев, некоторых категорий, для того, чтобы не было великого измельчения. То есть свою часть работы, хотя бы для того, чтобы с Нового года украинцы не стали платить какие-то заоблачные штрафы, вы сделали дело за депутатами, правильно? Безусловно. И мы уже обговорили это с бюджетным комитетом, потому что, несмотря на бурхливый тиждень в зале, у нас два тижни были очень активной такой кропоткой работы над бюджетом рабочей группы. Поэтому я думаю, что как раз с точки зрения... Оксана, с изменениями в бюджете я начал не просто так. Я этот вопрос задавал с надеждой, что все-таки в кабине вспомнят о пенсионерах. Многие политики говорят, что они не смогут проголосовать, депутаты говорят, что не смогут проголосовать за бюджет, где такая большая разница между минимальной зарплатой и застывшей пенсией. Почему вы не повышаете выплаты пенсионерам? Смотрите, первое, мы повышаем выплаты пенсионерам. Это в разы минималка выросла, а 10% пенсионерам это меньше. И этот крок позволит нам в том числе швидше подойти до поднятя выплаты пенсионерам. Как вы знаете, дисбаланс пенсионного фонда, то есть величезная дыра, которая там есть, когда мы подходили к бюджетному процессу, то на 2017 год мы предпочили, что близко 180 млрд будет эта дыра. Заходами до первого читания мы уже ее уменьшили до 150, сейчас подняте до 3200 зарплаты минимальной уже уменьшит ее тоже до 141 млрд. То есть, скурочивая потребность дофинансовывать пенсионный фонд, мы его сбалансируем. Это не означает все-таки стабилизация работы? Нет, но сбалансование пенсионного фонда позволит нам меньше вытрачать денег с государственного бюджета на покрытие дыры и больше уже смотреть на то, чтобы действительно выравнивать тени справедливости, которые есть в функциональных выплатах. Ну раз уж мы начали о пенсионерах и о пенсиях, на этой неделе порадовали пенсионеров, ну правда, польские власти, и порадовали они польских, естественно, пенсионеров. Страна снижает пенсионный возраст. Теперь там будут выходить на пенсию женщины в 60 лет, мужчины в 65. Предыдущая правящая коалиция поднимала этот показатель до 67 лет. Ну так что решение это просто не может. Не понравится миллионам поляков. Кстати, вместе с ними порадовался и украинский вице-премьер Павел Розенко. Он как раз курирует социальную политику в нашей стране. У себя в фейсбуке вице-премьер написал, что это ответ тем, здесь я процитирую, либеральным популистам, а также экспертам МВФ, которые безапелляционно предлагают поднять пенсионный возраст в Украине. Конец цитаты министра, прямой речи министра. Так, Оксана, скажите, вы можете подтвердить слова нашего вице-премьера Павла Розенко. Все-таки, Розенко преувеличил или говорит правду о том, что МВФ требует поднять пенсионный возраст? Нет вимоги поднять пенсионный возраст. Есть вимога сбалансировать пенсионный фонд. В том числе, шляхом поднятя это можно сделать. Но это не единственный и не наибольший. Вы можете гарантировать украинцам от имени Кабмина, что этого никогда не произойдет, Оксана? Нет, конечно, потому что, как вы видите у наших соседей-поляков, выход на пенсию 65 лет для человеков, 60 лет для женщин. Мы пока еще не дошли до 60 лет для женщин. Вы же знаете, что это комплексная проблема. Поляки и живут дольше. Именно поэтому мы собираемся комплексно ее регулировать. И мы готовим сейчас комплексный подход к сбалансированию пенсионного фонда. Ну, вы не ответили, но это, наверное, и был ваш ответ. Спасибо. Что бы вы ответили тем политикам, которые говорят, что доходную часть бюджета 2017 выполнить практически невозможно? В таком случае, как вы будете латать дыры? Не погоджусь. У нас абсолютно реалистичная доходная частина бюджета. Мы пройшлись по каждой цифре, мы ее выверяли. Те заходы, которые в этом году мы делаем, в том числе в ДФС, в том числе на митнице, в том числе те цифры доходов от государственных предприятий, они все реалистичные. И я думаю, что наступный рейк выполнения бюджета это покажет. То есть вы уверены, что и ваши планы, и приватизационные по наполнению бюджета, они будут выполнены на 100%. Вы верите в миллиарды, которые заложены от вероятного принятия закона спецконфискации, который, в общем-то, парламент... Смотрите, что доходов. В доходы закладено от государственных предприятий податок на прибуток и частина чистого прибутка и дивиденды. Это уже фактически факт. Мы это видим и мы уверены в этих доходах. Приватизация это финансирование дефицита. Это приоритет номер один. Кабинет министра будет делать все от нас заложное для того, чтобы приватизация была в прозоре. Правильный способ сделано... Посмотрим, Оксана. Вы смотрели сюжет, видите, что в Раде говорят, как фракции реагируют на бюджет. Верите в 226 голосов без, ну, позволю себе это слово, подкупа отдельных лояльных? Верю в то, что фракции и коалиции поддерживают этот бюджет. Возможно, еще придется... Он увеличивает зарплаты вчителям, он увеличивает зарплаты лекарям, он закладывает подвалы для экономического взросления. У нас уже три квартала действительно экономического взросления. Миссия МВФ как раз это подтвердила, вернула на это увагу, нам нужно это покращивать. Еще раз, не могу не напомнить, пенсионеров все-таки, Оксана, обидели. Спасибо вам за этот разговор. Оксана Маркарова, первая замминистра финансов Украины, была нашим гостем. Спасибо, что пришли, спасибо, что уделили время. Но если с бюджетом коалиция и правительство еще могут разобраться, то вот по другой болезненной теме ответов у них пока вообще нет. Тарифы. Уже, наверное, все в нашей стране получили новые платежки, самыми высокими в истории страны суммами за отопление. Реагируют на них по-разному. Киевские платежки уже пообещали даже пересчитать, мол, завысили. Но проблема ведь и в том, что в других регионах страны насчитали кому тысячу, а кому полторы за самые обычные квартиры. Кое-где уже даже протестуют. Например, в Днепре на стены возле органов власти люди клеят свои платежки с дописанными словами «позор» и «как выжить». Похожие акции прошли в Полтаве, Сумах, других городах Украины. И все-таки главный вопрос вечный. Что делать? Что будут делать те, кому пришли платежки с явно завышенными суммами за отопление? Ответ искала Павлина Василенко. Батарея 47 градусов вместо положенных 60 в квартире плюс 19. Это сейчас, говорит Лера, потеплело. А весь октябрь в комнатах держались бодрые плюс 12. Отопления не было из-за аварии. Появилось 30-го числа, а платеж пришел почти как за полмесяца. Платежку мы получили за октябрь месяц в сумме 365 гривен. Киевэнерго на мои звонки отвечает, что все ок, и отопление у нас было. Дом без счетчика. И по новому тарифу в следующем месяце, подсчитывает Лера, за однокомнатную квартиру только за одно отопление. Выложат около 1300 гривен. И это только половина расходов за коммуналку. Вся же потянет половину семейного бюджета. За эту неделю киевляне буквально забросали Киевэнерго вопросами о суммах в платежках. Откуда взялись такие цифры? В организации то извинялись за ошибку, то доказывали свою правоту. Потом все же признали. В октябре температура на улице было ниже, чем заложено в формулу тарифа. Поэтому тем, у кого в доме нет счетчика, накинули сверху и пообещали пересчитать оплату для всех остальных. Арифметикой от Киевэнерго заинтересовались даже в правительстве. А вот в регионах пересчитывать суммы вообще не обещают. Батареи чуть теплые, но за отопление изволь, заплати по полной. Жители этого дома даже собрали во дворе консилиум. Как жить и платить по-новому? За неделю октября пришло мне 615 рублей. Как мне их платить? С пенсии 1200 рублей. Дай мне пенсию европейскую, я тоже буду платить по-европейски. Бороться с высокими ценами на коммуналку Николаевский горсовет решил своими силами. На сессии приняли мораторий на повышение тарифов на отопление и горячую воду. Еще с лета облсоветы и горсоветы по всей стране решают не признавать новые тарифы. Интересно, что в некоторых областях это происходит даже с подачи политиков, которые входят в правящую коалицию. Но даже такие решения на суммы платежки не повлияют. Монополисты все равно насчитают по полной. Каждый житель города Николаева, когда есть такое решение, он может сегодня тоже обращаться в суд по поводу применения новых тарифов в расчетах за тепло и за горячую воду. Я думаю, что это как бы развязывает руки людям и люди получают нормативную базу, с помощью которой можно бороться с повышенными тарифами. Город Нежин Черниговской области известен благодаря своим огурчикам. А с недавних пор может стать известным еще и благодаря своим тарифам, которые в Нежине совсем не нежные. В октябре отопление одного квадратного метра здесь стоило 51 гривну. И это украинский рекорд. Новые тарифы ощущают и жители многоэтажных с центральным отоплением, и частных домов с отоплением автономным. В любом случае они в состоянии заплатить. Они надо где-то попрошайничать, просить у кого-то чего-то денег, власти там или еще у кого-то. Здесь не скрывают, выжить помогает субсидия. Ее оформляют все, кто может. Я платил не все, то есть должна быть субсидия, я лучше не перераховывал. Поэтому я, скажем так, за тепло, сам месяц 260 гривен написал 100 гривен, аналогично за электрику. Средний размер субсидий в отопительный сезон – 2000 гривен на семью. Эксперты опасаются, денег на госдотации может не хватить, если учесть, что в этом году количество претендентов на субсидию выросло вдвое. А в Черновцах тарифный вопрос привел людей в облсовет. У губернатора им ответили, все согласно постановлениям Кабмина и принятой методике расчета. Посоветовали ехать в Киев. Но вот настоящий холодный душ за тепло ждет украинцев зимой, когда придут платежки за полный месяц. Не платить вовсе по космическим тарифам эксперты не советуют. Коммунальные долги разрешено взыскивать по упрощенной процедуре. Судебное решение могут принять заочно. И если за 10 дней не оспорено, может быть выполнено. А там еще к выбиванию долгов могут подключиться частные исполнители, закон о которых не так давно вступил в силу. Когда вы не будете платить, вы можете даже не пометить, как вам придет судовый наказ. А после этого через тиждень придут крепкие ребята. У вас есть две почки, вы скажете, что не можете заплатить коммунальные тарифы. Но цены на отопление еще не все. Скоро подорожает и электричество. Да и стоимость газа для украинцев вполне может измениться. Цену на украинский газ привязали к ценам на Роттердамской бирже. А там они в валюте. Если у нас будут какие-то валютные колебания, то в любом случае цена на газ у нас будет расти. А поскольку будет расти цена на газ, соответственно, будет расти цена и на отопление, на горячую воду, на все остальное. Ошибки энергетика, лукавые заверения власти, курсовые колебания. Уверенности это не добавляет. Уповать остается только на погоду. Чем теплее на улице, тем, возможно, платить меньше. Так что надежда одна, что зима будет не слишком суровой. Павлина Василенко, Марьяна Бурякова, Кирилл Ющишин, Елена Миндалюк, Ольга Паломарюк, Вячеслав Фролов и Евгений Каминский. Подробности недели. Телеканал Интер. Обсудим этот острый тарифный вопрос с Дмитрием Вовком, главой Национальной комиссии по регулированию в сфере энергетики и коммунальных услуг. Здравствуйте, Дмитрий. Доброе утро. Спасибо, что пришли. Скажите, а что ждет тех, кто завысил цены в платежках? Если действительно такие случаи есть, мы будем карать таких лицензиатов. Но первое, что ответственность на вопрос, я хочу показать, каким образом формуется цена вашей платежи. Дмитрий, я сразу уточню. Вы говорите, если факты есть. Об этих фактах заявил премьер-министр Гройсман. Факта на сегодняшний день еще нет. А чего тогда заявлял премьер-министр? Я это утверждаю. Хотел вам показать, еще раз обратить внимание всех граждан, на то, каким образом формируется ваша платежка. Есть цена за гигакалорию. Есть три способа посчитать, сколько вы потребили тепла. Первый вариант и самый надежный, это счетчик общедомовой. Второй вариант, это норма с учетом фактической температуры и продолжительности отопительного сезона. В прошлом году, напомню, когда было теплее, платежки были снижены, снижены. В этом году октябрь был холоднее, чем обычный, поэтому платим больше. Мы считаем, и наш приоритет в работе комиссии, это учет. За два года он вырос в два раза с 30% до 60%. И к следующему отопительному сезону должен быть 100%. Дмитрий, все-таки я хочу вернуться к тому, что вы не подтверждаете заявление Гройсмана о том, что в Киеве людей, ну, мягко говоря, обсчитали. Но уже есть даже обещание властей пересчитать платежки в Киеве. Что с этим тогда делать? Насколько мне известно, Киевэнерго самостоятельно брифинг прожила. Мы их пригласили на открытое заседание комиссии. Перепроверили все их данные, они подтвердили, что все выставлено корректно в соответствии с действующим законодательством. Хорошо, теперь смотрите, люди в других регионах, в Черкасах, ну, в любом другом городе, они сидят и смотрят на Киев. И думают, в Киеве перепроверяли, а вдруг и нам пришли какие-то платежки с ошибками. Людям платить сейчас. Что делать вот с этими тысячами, которые приходят на этих бумажках? Варианта три. Починиться платить, выходить на протесты или просто не платить, устроить кризисные платежи. Что бы вы посоветили? Я хочу предложить три другие адекватные варианта. Первый, это энергоэффективность. Проверить, есть ли у вас домовой прибор учета. Установить индивидуальный, утеплиться и платить меньше. В конце концов, более качественно подходить к объему своего потребления. Следить за собой. Второй вариант, оформить субсидии. Давайте сразу уточним, что мы понимаем, что мы сейчас говорим о затратной части. На это у людей тоже должны быть деньги. У некоторых есть деньги, и это философия. Нужно экономно относиться к ресурсам. Второй вариант, это оформить субсидию. Платить не более 15% от своего счета. Оформить очень легко. Есть масса бланков деклараций и в интернете, и в управлении соцзащиты, и в сельских советах. Третий вариант, который в этом году впервые внедрен, оформить рассрочку. Платить лишь 50% сейчас. 50% остаток заплатить после окончания топительного сезона. В стране очень много историй, когда доход в лишние 100-150 гривен лишают людей субсидии. Я знаю о том, что с помощью субсидии можно платить не более 15% своего дохода семьи. Если доход семьи 5 тысяч гривен, например, платить не более 300 гривен. Дмитрий, ну вот честно, скажите, вы его назвали эти тарифы справедливыми? Я считаю, что они тяжелые сейчас для украинцев, но они справедливые. Окей, хорошо. Давайте поговорим о тех, по кому новые платежи ударили, наверное, больнее всего. Жители прифронтовой зоны тоже ведь получили счета. При том, что здесь и так постоянный перебой с финансированием, прочей прелести так называемой серой зоны. Так как теперь выживать? Руслан Смещук общался с людьми. Курахово – один из энергетических центров Донбасса. До линии фронта меньше двух десятков километров. Цифры в письмах счастья, платежках за отопление теперь в полтора раза больше предыдущих. 564 – это за две недели. А за месяц, короче... Но за месяц это будет 1200. А пенсию у нас? 1200. А у меня пенсия – 949. Ну, короче, остается оговорная. Вот и все, да. А вы пытались субсидии оформить? А мне отказали. А что, сказали чего? Ну, не положено. Некоторые горожане, у кого сумма в платежке выше пенсии, попытались отказаться от центрального отопления. Обращались к коммунальщикам с просьбой перекрыть трубы. Мне отказали. Сказали нет. Если только весь дом откажется, я говорю, вы извините, но согласно Конституции, там, значит, это моя собственность, квартира. Ну, я могу, а коммунальные услуги – это тоже что товар. Хочу я им пользоваться, значит, я пользуюсь. Не хочу – нет. Счетно с высокими тарифами на ЖКХ местные жители борются давно, пока тоже безнадежно. А с началом конфликта и нынешним повышением цен на газ коммунальные счета для многих стали просто непосильными. Закон о ЖКХ услугах изменен 10.11.15, ст. 30, пункт 7, гарантии социальной защиты населения при оплате за ЖКХ. То есть тарифы не повинны сбільшувати, пока не сбільшат зарплаты, пенсии. А это называется еще геноцид города Украины. При этом горячая вода в системе центрального отопления – это, так сказать, отходы производства Кураховской ТЭС, которая работает на угле, а не на газе. Излишки просто сливают водохранилища, а за остальное берут спередорого с местных жителей. При этом потери тепла в системе почти втрое превышают норму, а платить за это приходится горожанам. Рассказывает нам Петр Гармаш, возглавляющий инициативную группу горожан. Трубы сильно прохудились. Потери в трубопроводах составляют 34,5%. Установили Кураховский городской совет и норму потребления не согласовали 34,5%. А максимальные потери в тепловых сетях должны быть не более 13%. Инициативная группа Кураховцев обратилась в Нацкомиссию по регулированию в сфере энергетики ЖКХ с просьбой предоставить экономическое обоснование тарифов. Всего в двух десятках километров от Курахова находится Красногоровка, город на самой линии фронта. Из-за боевых действий часть коммуникации разрушена. Нет газа, нет центрального отопления. Обогрев, готовка еды, все на электричестве. Все многоэтажные дома у нас, согласно постанове кабинета министров, перешли на другой тариф. Это 79 копеек и безлимит до 3600 киловатт. То есть все, людям льготу дали. Очень долго добивались этого. Но даже льготы не всем помогают. Вот в прошлом году зимой у нас было и 500, и на 700 платила я. Это только за электричество? Только за электричество, да. Светлана работает в местной больнице. Ее муж Николай, ветеран боевых действий в Афганистане. Живут на окраине Красногоровки в полуразрушенной пятиэтажке. Напротив, неподконтрольная украинской власти Старомихайловка и Петровский район Донецка. Оттуда постоянно прилетают снаряды, рассказывает Николай. И тут нас вчера, я не знаю, были вы там или не были, за школой, 4 раза 150-й влупил. И в ответ, извините за вооружение, даже выстрела не было с нашей стороны. Я же не то, что хочу хлопцем прикрыть или что, а вот именно, что обида давит. Сюда, извините, 150-е летят, отсюда хорошо, если с автомата или с пулемет ответят. Бежать, как поступили большинство соседей, супругам некуда. Вот и живут прямо на линии фронта. Чтобы сэкономить на тепле, прямо в квартире установили буржуйку. Выживают благодаря натуральному хозяйству. Рубят деревья на дрова, прямо во дворе разбили несколько огородов. За два с половиной года войны, говорит Николай, гуманитарную помощь получали всего трижды. Чиновники, кажется, о них забыли. Существуют только там, а вот сюда жизни в Красном Уровке нет. То есть нет ни пятиэтажек, ни девятиэтажек, ни людей. Ну нету здесь. То есть вот взяли город, кто-то половину города ластиком стер, а половину оставили. Мариупольское направление. Одна из самых напряженных точек зоны АТО. С наступлением холодов на этом участке фронта все жарче. Снаряды и мины рвутся не только на армейских позициях, достается и мирным жителям. Был прилет, осколок в районе наших позиций. Гукнуло так, что мы там все в кровати чуть не попадали. Что это понятно? Это какое-то новое оружие? Ну, я даже затрудняюсь ответить. Но раньше таких не прилетало, да? Нет, это у нас сегодня первое такое слово. Поселок Лебединское. Отсюда видны окраины Мариуполя. Находится почти на линии фронта. За день до нашего приезда его жителям опять досталось. Все необходимые коммуникации в поселке есть. Но с введением новых тарифов для многих это непозволительная роскошь. И похоже, так будет не один год. Руслан Смещук, Даниэль Косаковский и Руслан Терентьев. Подробности недели. Телеканал Интер. Ну, смотрите, такая ситуация. Дмитрий, я даже не знаю, можно ли жителям прифронтовой зоны объяснить, что эти тарифы справедливы. Но зато можно объяснить жителям прифронтовой зоны, что есть две возможности. Первая, оформить субсидию. И она распространяется на всю территорию Украины. И на серую, и не на серую зону. Второе, оформить рассрочку. Энергоэффективностью и возможностью сэкономить за счет электроэнергии, за счет альтернативных источников. Как мы видим по сюжету, все уже делают. Вы себе представляете семью в серой зоне, которая сейчас будет думать о программе энергосбережения. Кто будет в этой зоне утеплять окна? Ставить новые стеклопакеты, если люди живут под угрозой обстрелов и бомбардировок? Вы сами видели в сюжете, что люди поменяли себе тариф на электроэнергию и платят меньше. Это один из способов экономить на общем счете. Возможность субсидии и рассрочки есть по всей территории Украины. Скажите, а в кабинете министров не было такой мысли, никому не приходило в голову, просто взять и отменить тарифы хотя бы в двух областях, в которых идут военные действия. Помочь хоть как-то людям. Я считаю, что такое решение может принимать кабинет. Только тогда надо определиться, кто будет помогать этим. Я не говорю, что это ваше предоставление. Деяги ниоскуда не берутся. Понятно, спасибо. Дмитрий Вовк, глава национальной комиссии по регулированию в сфере энергетики и коммунальных услуг, был гостем подробностей недели. Спасибо, Дмитрий. Прощаемся с вами. Ну а мы продолжаем. Если даже политики найдут способ как-то успокоить людей и сделать сумму в их платежках справедливее, то список задач на этом не закончится. Останется еще как минимум МВФ. В Украине закончила работу миссия фонда. От их выводов и зависит, получит ли страна следующий транш финансовой помощи. По итогам своей работы представители фонда сделали заявление, которое оказалось таким громким, что, наверное, будет еще долго влиять на политический процесс в Украине. Я процитирую. Нужны решительные шаги для борьбы с коррупцией, которая остается наиболее часто упоминаемым препятствием для бизнеса в Украине. И хотя есть прогресс в создании новых институций, в частности Национального антикоррупционного бюро, и большим шагом стала публикация электронных деклараций высокопоставленных чиновников, все еще нужно достичь ощутимых результатов в привлечении к ответственности и, внимание, осуждений коррупционеров из числа высокопоставленных чиновников, а также вернуть доходы, добытые коррупционным путем. Одно это выглядит неподъемным для наших политиков, а ведь требование показать реальную борьбу с коррупцией – только малая часть того, что в Украине уже наобещали фонду и изменить. Ну, а об угрозах невыполнения требований МВФ на этой неделе очень ясно высказалась Валерия Гонтарева, глава Национального банка. В интервью агентству Рейтер она заявила, тоже процитирую, «Если мы не получаем следующий транш, то у нас резервы начинают таять на глазах. И то, чем мы занимались последние два с половиной года, когда стабилизировали ситуацию, растили наши резервы, обеспечивали макроэкономическую стабильность, все это на наших глазах начинает испаряться». Главный вопрос теперь в том, а что именно нужно успеть сделать до конца года, чтобы получить четвертый транш от МВФ? Украинские политики по-разному описывают условия, которые необходимо выполнить. Одни говорят, что достаточно только бюджет на следующий год принять, другие утверждают, что только бюджета для фонда недостаточно. Что же на самом деле, какие условия должна выполнить Украина? Давайте узнаем у Олега Чурия, это замглавы Национального банка Украины, он с нами на связи. Олег, я вас приветствую. Скажите, вот вы согласны с теми политиками, которые заявляют, что для получения четвертого транша от МВФ Раде достаточно только принять бюджет 2017. И все. Если говорить о получении транш от МВФ в этом году, то, безусловно, Украинскому парламенту нужно достаточно быстро и оперативно принять государственный бюджет этого года, который отвечает Меморандуму спецработиства. Другой условией МВФ для получения четвертого траншу есть продолжение финансовой стабилизации и борьба с коррупцией. Это основные условия, после выполнения которых, безусловно, Украина имеет шанс отримать четвертый транш МВФ. Хочу напомнить, что сумма траншу может складывать 1,3 миллиарда долларов, что позволит пополнить наши золотовалютные резервы на конец года до 17,3 миллиардов долларов США. А как вообще вы оцениваете сотрудничество с МВФ? Многие политики утверждают, что Украине выгоднее отказаться вообще от выполнения требований фонда, ну и стараться выживать только своими силами. Вы лично такой вариант допускаете? Хочется спросить всех политиков, от чего они хотят отмолваться. Они хотят отмолваться и от деклараций, они хотят отмолваться от антикоррупционной программы, которую на разе должен проводить уряд. Они хотят отмолваться от структурных реформ, которые так нужны экономике Украины. Я считаю, что співробительство с МВФ, это, прежде всего, не только программа МВФ, это программа самого уряда, это программа президента, стоит подпис президента, стоит подпис премьера-министра, стоит подпис главы Национального банка и Министерства финансов. Поэтому это программа уряда. Уряд взял на себя обязанность выполнять эту программу. И я думаю, что мы должны идти по этой программе. Спасибо. Олег Чурий, замглавы Национального банка Украины, отвечал на мои вопросы. Ну, нагнал страху МВФ и на чиновников, отличившись своими электронными декларациями. Тонны налички, элитные авто и даже мощи святых, существует реальная возможность того, что и этот фонд может потребовать проверить. Насколько серьезно МВФ может повлиять на судьбы наших чиновников и политиков, выяснял Дмитрий Ановченко. Декларация украинских политиков. И действительно, как заявление, я в Кисповинной. Все эти тачки, тачки, миллионы под подушками, иконы и святые мощи, или вот бутылки вина стоимостью, как зарплата врача или учителя за 10 лет. И ладно бы еще у бизнесменов, но когда цифры с шестью нулями показывают политики, которые еще несколько лет назад пришли во власть с нулевыми декларациями. Не знаю, как в Украине, а здесь, в Соединенных Штатах, это вызывает не просто возмущение. Здесь привыкли, что чиновники живут очень скромно. Здесь привыкли, что даже вице-президент, я о Байдене, когда у него смертельно тяжело заболел сын, чтобы не влезать в долги, одалживал деньги у семьи президента, у Обамы. Именно поэтому украинские декларации – это повод не только для разговоров, но и для серьезной проверки. Да, сейчас не до этого. Сейчас многие заняты назначениями в команде Трампа. Но заявление МВФ – первый сигнал о том, что никто не забыт и ничто не забыто. И мы едем за комментариями в Международный валютный фонд и декларации с собой берем. Тем более и повод есть. Помимо заявления миссии фонда, что, мол, страна недостаточно борется с коррупцией, есть еще и признание Наталии Корчак, главы нацагентства по предотвращению коррупции. Цитируя в Фейсбуке свой разговор с чиновниками МВФ, Корчак отметила, фонд увидел нестыковки в декларациях некоторых украинских топ-чиновников. Мол, состояния, о которых даже международная пресса писала, в электронном реестре почему-то отсутствуют. В итоге, по словам Корчак, МВФ посоветовал хорошенько проверить чиновничьи отчеты. И пообещал, мол, помогут проверить и активы украинских чиновников за пределами Украины. Вашингтон, 19-я стрит. Вот она, штаб-квартира фонда. Именно здесь мы попытаемся узнать, а что в МВФ думают о декларациях украинских чиновников и как намерены помочь их проверить. То, что такой разговор действительно был, нам подтвердили сразу два источника. И с украинской стороны, и в самом фонде. Вот только на камеру в МВФ решили ничего не комментировать. Слишком уж щепетильный вопрос. Да, декларациями с миллионами налички в фонде возмущены. Но официально были более чем сдержаны. Информированный источник в штаб-квартире МВФ сообщил, что фонд не просто не оказывает технической помощи нацагентству, но даже и просьбу о такой помощи не получал. Помимо этого, мандат в принципе не позволяет МВФ самостоятельно проводить какие бы то ни было расследования. При этом украинские чиновники, задействованные в переговорах с фондом по поводу нового транша, признались нам, что для МВФ декларации никогда не были особым приоритетом. Максимум были в пятерке. Но только сейчас, увидев, что наши чиновники понаписывали в этих документах, МВФ вполне может потребовать, чтобы условием для предоставления нового транша стала полная проверка. Но даже если в самом МВФ проверять декларации некому, то вполне хватает структур, где это легко бы сделали. Дай только команду. Та же АРС, куда мы сейчас едем. Аналог нашей налоговой службы, но с куда более широкими полномочиями. Здесь собирают 3 триллиона долларов налогов в год. Причем у АРС под колпаком не только свои граждане, но и иностранные. Ведь многие транзакции, даже внутри Украины, совершаются с использованием корс-счетов отечественных банков в банках американских. Вот здесь, в штаб-квартире всемогущей АРС. Не только чиновники сидят. В глубине этого здания огромный компьютерный центр, где анализируют миллионы счетов и операций каждую минуту. При службе АРС нам рассказали, тут проверяют 240 миллионов налоговых деклараций каждый год. И компьютеры настроены так, что только 1% из них система передает на аудит. Но проверив даже этот 1%, служба нашла 25 миллиардов долларов неуплаченных налогов. Компьютерный скрининг – программа чрезвычайно сложная, учитывающая множество факторов. Она сопоставляет доходы и расходы, мониторит траты по кредитным картам, наличка на руках – однозначно черная метка. Весь наш депутатский корпус был бы уже под негласным аудитом. Случить все это в Америке. Хотя почему был бы? Когда я готовил этот сюжет, один из высокопоставленных силовиков поделился со мной информацией, что, мол, фамилии украинских топ-чиновников, особенно из прошлого правительства, здесь в АРС прекрасно известны. На каждого из них есть файл, потому что у многих есть компании в офшорных американских штатах, в том числе в Делавере. Но дело в том, что налоги здесь, в Америке, никто из них не платил, мол, платим налоги в Украине. Им верили на слово. И только сейчас появилась возможность сопоставить данные. На мой вопрос, займется ли американская налоговая тем, что загадочным образом прошло мимо налоговой украинской, в АРС ответили, вопрос не совсем к ним. В штатах есть структура, которая замкнула на себе и их базу данных, и даже базы данных ФБР, ЦРУ и Агентства по национальной безопасности, так называемый Финцен, Управление по борьбе с финансовыми преступлениями. И едем туда. Штаб-квартира Финцен не в Вашингтоне, а в Вене. Только не австрийской, а в местной, в штате Вирджиния. После 11 сентября сюда стекается вся информация о финансовых потоках, как официальных, так и офшорных. Дошло до того, что здесь допустили собственный суперкомпьютер, систему искусственного разума, которая, как тут признавится, 24 часа в сутки мониторит все открытые источники и данные в интернете. А значит, в паутине Финцен теперь уже и украинская база налоговых деклараций. Понятно, что отмашка для таких проверок может быть дана на очень высоком уровне. Либо отсюда, из Белого дома, либо из расположенного рядышком Министерства финансов. Однако в последнее время в Вашингтоне пошли разговоры, что такие проверки как раз и начнут. И проверки очень масштабные. Мол, при демократах слишком много государственных денег ушло в песок, в том числе и на помощь другим государствам. И поэтому администрация Трампа будет разбираться, куда шли государственные деньги. Понятно, что будет это только после 20 января, когда новый президент займет свое кресло в овальном кабинете, когда новый глава госказначейства получит полномочия. Однако, без сомнений, в тот самый момент, когда украинские депутаты и политики нажали кнопку Enter, отправив электронные декларации в систему, они поделились с ними еще и с американскими проверяющими. Из Вашингтона Дмитрий Анопченко, Сергей Коваль, Американское бюро телеканала Интер. И еще одна иллюстрация к теме коррупции в Украине. Буквально через несколько дней после своей отставки с поста главы национальной полиции Хатия Деканаидзе опубликовала у себя в Фейсбуке данные из последнего отчета Transparency International об уровне коррупции в странах Центральной и Восточной Европы. Каждый второй украинец считает, что страна тонет в коррупции. Эти слова Деканаидзе, пожалуй, можно назвать последним приветом тем, кто остался руководить системой МВД. И о коррупции мы поговорим с вами уже во второй части подробностей недели. Сейчас абсолютно небольшой перерыв. Мы продолжаем подробности недели. Я вас приветствую. Эта неделя снова не обошлась без громких задержаний. СБУ поймала на взятки начальника управления жилищного хозяйства Львова Юрия Гольца. Причем с поличным. Но он утверждает, якобы как раз получал откат от частной фирмы, заключившей на 8 миллионов гривен договоры на ремонт и благоустройство города. Уже позже у себя в Фейсбуке генпрокурор Юрий Луценко заявил, что чиновник из команды мэра Андрея Садового и еще раз сказал о том, какие откаты сейчас действуют в городе. Так, якобы, из-за кризиса подрядчики теперь отдают вместо 10 в 7 процентов. А вот за вывоз мусора частная фирма отстегивает городским чиновникам по 5 процентов. Но все равно это все тянет на миллионы в год. И это только в одном городе. А сколько миллионеров на свалках по всей стране? Кому деньги не пахнут? Выясняли подробности недели. Под покровом ночи. И это только первая машина с мусором, которую мы увидели во Львове. По львовским дворикам и закоулкам. По пятам идем практически за мусоровозом. Видно, что у него там полно мусора. Куда его везут, пока не ясно. Машины неспешно курсируют по городу. Остановка на перекус. Видимо, дорога предстоит долгая. А за городской чертой поворот. Там перевалочный пункт. И отсюда начинается путешествие. Сегодня сранка до сегодня на самом деле был киев-курой. Где теперь приземлится очередная порция львовских отходов. Мусор расползается по всей стране. Похоже, уже нет ни одного региона, куда бы не заехала фура со зловонным презентом. По асфальтовой дороге приехали, выкинули это сметание. У них проблем никаких нет. Грагальная школа, первого ступеня, номер 53. Дошади сами сюда не пришли. Мы будем один одного сегодня из Львовской области привозить Хмельницкую, из Хмельницького и завтра еще в какую-то область. Сам Львов утопает в мусоре. С 2006-го мэр города Андрей Садовой обещал построить мусороперерабатывающий завод, говорят активисты. С инвестиционными проектами к мэру приходили свыше 40 компаний. Все получили отказ. Итог известен. Пожар на Грибовицкой свалке унес жизни троих человек. Тело одного до сих пор не найдено. Полигон закрыт, а отходы теперь катаются по всей стране. Каждые 100 километров пути мусоровоза Львовской казни обходятся в 2000 гривен. Перевозчики ликуют, довез отходы до Киева, получил 10 тысяч, до Днепропетровска 20. Избавился от груза еще в дороге, сэкономил на топливе. Для собственников свалок и перевозчиков мусор из Львова выгодный бизнес. А если добавить нехитрую схему, вообще золотая жила. Фирма, которая реально вывозит сметя там 20 тонн. Або документы мы запишем, что тут фирма вывозит не 20 тонн, а 200 тонн. То есть она не вывозит. То есть эти 180 тонн, их не существует в природе. Так, за эти 180 тонн фирма, что мне приносит? Гутилку. Я на этом зарубляю. Ухода охрана, где столько по спецпропускам, попасть на свалку под Горцов, под Киевом, задача не посильная. Сюда не пускают ни журналистов, ни экологов. Что скрывают, можно увидеть разве что с высоты птичьего полета. 60 гектаров земли, очень дорогой киевской земли, под отходами. Хотя официально полигон только 10 гектаров. Местные жители десятилетиями требуют закрыть свалку, но тщетно. Цыганские поселения на полигонах, как государство в государстве, говорят экологи. За копейки сортируют отходы, которые потом, по-тихому, забирают перерабатывающие предприятия. И вот снова шелест куплю. Деньги, как и мусор, любят тишину. Если среди этого мусора львовский, охрана утверждает нет. Но вереницу грузовиков со львовскими номерами, проезжающих мимо свалки, мы все же заметили. Правда, нюанс, они пусты и на территорию полигона не заезжали. Возможно, сбросили груз в другом месте. Под мусорными терриконами уже 7% территории страны. Только вдумайтесь, это 42 тысячи квадратных километров. Мусора хватит, чтобы засыпать им всю территорию Нидерландов или Швейцарии. А если еще посчитать, сколько за год вырабатывают отходов жители столицы, то мусора хватит, чтобы устелить им дорогу от Киева до Берлина. При этом в Украине всего один мусоросжигательный завод. И тот в столице. Государственных перерабатывающих предприятий и вовсе нет. И вряд ли в ближайшем будущем появятся, говорят чиновники. Инвесторы не против зайти, но узнав об украинских реалиях, просто бегут. Наш тариф является очень низким. В Европе тариф от 60 до 90 евро за утилизацию мусора. В Украине от 3 до 6 евро. У него есть бизнес-план, с которым он приходит, и там четко написано, тариф такой, это окупается за столько-то лет, и вы обязаны, как местная власть, как государство, мне гарантировать безопасность моих инвестиций. А мы ему ничего не можем гарантировать, потому что мы понимаем, что мы не будем датировать из государственного бюджета это все. Строительство завода во Львове деньги сегодня готовы вложить 20 компаний. Губернатор области даже участки подыскал соответствующей тех документации. Но принимать такое щедрое предложение Мерседовой не спешит. Мол, хочет продвигать свой проект строительства. Поддержка Европейского банка заручился. Мы планируем с наступного года начать реализацию данного проекта. Банк твердо ставит наш проект как один из первых. Это будет на тех территориях, которые означает местная влада. Это и совсем другие проекты, чтобы вы понимали, нам в области нужно 3-4 таких комплексов. В Нидерландах уже давно поняли, мусор – ценный товар. И ресурсами здесь не разбрасываются. На этот мусоросжигательный завод отходы везут за 3-9 земель со всей Голландии, Германии, даже Великобритании. Здесь, в огромном бункере, их перемешивают до однородной массы, получают топливо, загружают в печь и вуаля – зеленое электричество. Когда кто-то видит две огромные трубы на заводе, думает – ничего себе, сколько грязи, но выходит оттуда только пар, потому что позади топки находится большая часть предприятия – фильтры, которые отделяют частицы грязи от газа. Думаю, это прекрасный способ получить энергию из того, что мы выбрасываем, то есть мы избавляемся от мусора, а потом с его помощью, так сказать, заправляемся. Отлично. На зеленом электричестве в Амстердаме весь общественный транспорт, отопление жилых домов и освещение улиц. Даже пепел здесь используют как материал для строительства автомагистралей. А по украинским магистралям пока кочуют тонны львовских отходов, и они золотой монетой оседают в карманах мусорных магнатов, а из скудных местных бюджетов из-за бесхозяйственности чиновников уплывают казенные гривни. Елена Митясова, Галина Якушко, Оксана Кундеренко, Юрий Голубенко, Алексей Шматов и Максим Штан. Подробности недели в телеканал Индон. Ну и как же разгребать все эти мусорные завалы? Спросим у Остапа Семирака, министра экологии и природных ресурсов Украины. Остап, я вас приветствую. Скажите, как вы прокомментируете вот это путешествие львовского мусора по Украине? Наверное, уже у нас областей скоро не останется непомещенных отходами из этого города. Мы не поддерживаем, звичайно, такой туризм муниципальных машин чи муниципального смятя. Очевидно, решение чи вирішення цієї проблемы повинно быть зовсім в іншому. Я неодноразово говорил про то, что поводжение с комунальным смятем это, звичайно, ответственность комунальных служб, которые берут плату с гражданом за вывез, утилюзацией смятя. Но то, что происходит с коммунальным смятем, с твердыми побудовыми входами в Украине, и, зрешно, не только в Львове, это неприятно с точки зрения экологии, это неприятно с точки зрения энергетики. Хотел бы также сказать, что мы сейчас уже запропонировали в Министерстве природы на загальне обговорение концепции поводжения с отходами, там, где мы пропонуем новые подходы, которые существуют в современном мире, в Европе, с утилизацией, с поводжением с отходами, хотели бы сказать, что статистика в Украине говорит, что 95% коммунального смятя вывозится на смяте из Валища, но в вашем сюжете абсолютно правильно было сказано, что 100% смятя в других европейских странах утилизируется, и это джерело энергии, это джерело выработки или сыр для кого-то другого, потому что в том смяте, который вывозят из города, там, 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 металл, скло и так инжи, что может быть вот здесь возникает логичный вопрос, почему в Украине на сегодняшний день не действует, извините, ни одного завода по переработке мусора, и вообще считал ли кто-то в нашем правительстве возможную выгоду от ведения подобного обращения с мусором в дальнейшем? Хотел бы подкраслить, что это ответственность в первую очередь органам и местного самоврядувания, которые собирают деньги за это. И уряд не может выполнять функцию ту, с которой не справляется местная влада. Конечно, поводжение или бизнес с митой это и прибутковый бизнес. И я абсолютно погоджусь с той тезой, которую было висловлено в вашем сюжете про то, что это и теньевый бизнес. И наше завдание сегодня сделать этот бизнес прозорим, но сделать его и экологичным, и зеленым. И, конечно, тут в первую очередь правоохоронные органы, которые следуют за оподаткуванием, следуют за бюджетными коштами. И, конечно, громады, которые действуют эти платежи. Функция Министерства природы и, конечно, мы сегодня предложили решение этой проблемы. Конечно, вы можете спросить, почему 25 лет прошло с оглашением независимости, и такого решения нет. Мне, конечно, тоже турбует это вопрос, почему никто не готовил. Но сегодня проект такого решения есть на сайте Минприроды, и мы проводим сегодня обговорение. В грудне мы начнем просу проходить этой стратегии через уряд, и я надеюсь, что новые современные принципы будут закладены. Будем надеяться. Давайте пока поговорим еще об ответственности местной власти. Вы говорите, что много остается на ее совести. Судя по всему, на совести у нее не очень мучает. Тот же пример с львовским мусором. Им продолжают по-прежнему заваливать Украину. Никто за это не отвечает. Последняя посадка, которая была во Львовской области, я имею ввиду Гольца, который как раз и зарабатывал, как мы теперь понимаем, на этой мусорной теме. Возможно, это шаг навстречу тому, что, в общем-то, придет порядок все-таки в этой отрасли хоть когда-нибудь. Как вы считаете? Или этот сигнал не будет услышан другими чиновниками по Украине? Я погано почув. Какий сигнал? Повторите, пожалуйста. Посадка Гольца, Юрия Гольца во Львове, который как раз и зарабатывал на мусорной теме. Возможно, сажать уже действительно пара чиновников, для того, чтобы у нас было не 7% территории страны заваленным мусором, а намного меньше. И это не превратилось в 10%. Я с вами абсолютно согласен, что правоохранительные органы должны следовать за этой ситуацией и ловить таких горе чиновников. Но здесь есть и другая проблема. Меня турбует как министра природы, что городской Львове говорит, что в следующем году они будут приступать к строительству. Тут возникает абсолютно другая вопрос. А что будет за полгода или год или год или продолжение строительства этого завода? Куда будет деваться это смятя? Чи оно будет ездить по всей Украине? Это не уникальная история с Львовом. Это турбует всю Украину. И я думаю, что пів года прошло от аварии, пів года прошло момент закрытия грибовичного смятежного и за этот час точно можно было облаштовать линьи сортирования смятя на этих территориях и начать ее утилюзацию. И начать эту утилюзацию не в сирих схемах, а звичайно в прозоре и для того, чтобы место оте чи інше отримувало додаткові кошти, які були спрямовані на нові инвестиції поводження з смятя. Ну, будем надіяться, що в Львові к этому прислушаються, хотя, судя по всьому, последние полгода, о которых вы только что говорили, в жилищном хозяйстве Львова занимались здаїнством, но никак не улучшением работы по отработке отходов. Спасибо, на этой неделе свершилось то, чего так долго ждали очень многие в Украине. 17 ноября Комитет постоянных представителей стран ЕС наконец дал добро на безвизовый режим для Украины. Впрочем, до сих пор непонятно, когда конкретно украинцы смогут ездить в Евросоюз, просто предъявив паспорт на границе. А на следующей неделе еще могут быть большие новости из Европы. Уже завтра в Гаагу едет Юрий Луценко. Генеральный прокурор встретится там с прокурором Международного уголовного суда. Речь пойдет о расследовании преступлений против Майдана. Ну а 24 ноября в Брюсселе пройдет саммит Украина-Евросоюз. Чего ждать от этого саммита и окончательно ли уже решение европейцев по безвизу? Обсудим с Павлом Клинкиным, министром иностранных дел Украины. Он с нами на связи. Павел, я вас приветствую. Скажите, пожалуйста, что все-таки происходит с безвизовым режимом? Одни говорят, что он будет. Другие очень резко говорят, что не дождемся никогда. Третьи вообще говорят, что все позитивные решения для Украины по безвизу еще могут пересмотреть. Что на самом деле? Хочу всех заспокоить. Громадян Украины в позитивном сенсе, а тех, кто чемусь не верит, чи еще зараз не верит в безвизовый режим, в негативном. Хай заспокоятся. Все страны-члены несколько дней назад сказали так в безвизовом режиме. То есть, эта думка безусловно уже не поменяется. Европейская комиссия, Европейский парламент и страны-члены за безвизовый режим. Подальший процесс – это техника. Это техника подготовки законодательной пропозиции. И ждем механизма реагирования на миграционные риски. Больше никаких препод в Украине нет. Но это безусловно хорошо, что препятствий нет. А вот четкое понимание сроков, оно есть, когда украинцам уже не нужна будет виза для поездок Евросоюз? Безвизовый режим для Украины и Грузии про инши, пока что не идется, будет запроваджено одновременно с тем, когда будет ухвалено механизм реагирования на миграционные риски. Я вижу определенный прогресс. Дискуссия очень сложная, чтобы объяснить, что это не какие-то независимые независимые и так далее. Это механизм, кто будет принимать решение о возможном обмежении безвизового режима. Чи это будет больше Европарламент, чи это будет больше страны-членов, чи Европейская комиссия. Ну и, конечно, на фоне миграционной кризи, которую мы минулого года в Европейском Союзе, это исключительно важливо. Поэтому главный результат того, что произошло сегодня неделю. Сейчас все три ключевые европейские институции сказали так, сказали колы запрацюе безвизовый режим. Зараз справа за подготовку законодавчего производства. Ну, хорошо, да, это понятно. Наверное, тема безвиза все-таки будет для Украины обсуждаться и на саммите Украина-ЕС в Брюсселе уже на следующей неделе. Может быть, после этого события прояснится дата получения Украины безвиза. Ну, кстати, что еще будет обсуждаться на саммите? Какие решения вы ждете? Я вважаю, что ключевый акцент должен быть на Донбасе, на российской агрессии, безумовно, на продолжении санкций, оскільки Европейский Союз в ближайшем часу має прийняти это решение. На вопросах, которые связаны с тимчасово окупованим Крымом, только что несколько дней в том, третий комитет Генеральной Асамблеи принял резолюцию щодо прав человека, яка делает два важливых акценти. Один, подкресливая территориальную целительность Украины и скажет, что то, что происходит сегодня в Крыму, это 7-часовая оккупация. А другой, очень важный момент, это наголос на том, что происходит там с уничтоженными прав человека и с необходимостью для ООН дать доступ к территории окупованного Крыма. Конечно, важная тема это поддержка реформ в Украине, поддержка того, что происходит в энергетической спецправе, там плануем подписать соответствующий меморандум, очень всеохотливый. Очень важный момент это поддержка дальнейших реформ, судовая система, борьба с коррупцией, тоже ожидает подписание соответствующих документов о продолжении помощи Европейского Союза, суттелых финансовых поддержек для этой справы. Ну и, конечно, это, что касается ратификации нашей угоды про асоциацию. Мы сейчас сильный процесс консультации и с Европейским Союзом, и с нашими друзьями и партнерами, и очень надеемся, что выйдем в ближайшие часы на позитивное решение. Павел, кстати, вот скажите, а как западные друзья нашей страны воспринимают довольно странные, даже иногда жесткие заявления по Донбассу, которые делают украинские политики? Ну, последний пример. Недавно предлагали провести референдум по вопросу о Донбассе. По тексту, мол, стоит просто закрыться от этих территорий. А недавно Антон Герасченко, между прочим, нардеп исправящий коалиции, вообще заявлял, что Минские соглашения просто бумажка, которая не имеет юридической силы. Вот как вы, как дипломат, к этому всему относитесь? Мы все знаем, что Минские соглашения это обязательства. Это политические обязательства, но это, в том числе, политические обязательства с боку российской стороны. И никаких других политических обязательств с боку российской стороны у света пока нет. И мы используем эти обязательства для того, чтобы, по-перше, тиснуть на Россию, в контексте маконания Минских домовленостей. На этой основе существует вся система санкций, которые очень действительны. И все это видят. И сейчас мы ведем мову про продолжение этих санкций. И Минские домовленостей это, за своей логикой, шлях к миру. Какой другой шлях мы имеем для того, чтобы освободить Донбасс от российской оккупации и, вештей, повернуть не только территории, а миллионы украинцев. Мы должны примусить Россию выполнять хотя бы фундаментальные кроки в контексте Минского. Что есть альтернативой? Альтернативой есть заморожение и подальше дестабилизация России и Украины. Оскільки сподеваться, что если кто-то, даже теоретично кто так вважает, а я в это не верю, а не политично, а особисто, сделает какую-то возможность, чтобы Донбасс остался под владой России, остался российским протекторатом, это не будет перепоной для России для подальшой дестабилизации Украины, то, что мы видим сейчас. Поэтому мы должны работать последовательно и должны премьer чтобы Россия все-таки выполнила то, что записано в Минске. А какая будет последовательность этих кроков, какими будут гарантии, для этого нам нужны наши друзья, Европейский Союз, США, в конце цивилизованный мир. Последний вопрос у меня как раз о наших союзниках, о друзьях. На днях появились новости о том, что в декабре в Украину приедет вице-президент США Джо Байден. Чего вы ждете от этого визита? Какие решения могут быть приняты? Джо Байден является фантастичным другом Украины. Но для меня особенно он является человеком, который верит в ценности. У него действительно бездоганная карьера. И это человек, которая все эти сложные месяцы каждый день думала про Украину. Это он мне сам когда-то сказал. За это я ему фантастично благодарен. У нас есть много заданий и много вопросов, которые мы должны обговорить. И в контексте подтверждения бюджета, в контексте помощи Украины это очень важно. конечно конечно наступные месяцы не будут простыми, поскольку всегда например у России есть возможность использовать этот час перехода к новой администрации для подальшей дестабилизации ситуации. Таким войску возрублю. Спасибо за разговор господин министр. Павел Клинкин глава украинского МИДа отвечал на наши вопросы. Ну а можно ли будет пожать руку тем западным политикам которые приходят на смену нынешним? Пока еще большой вопрос. Кроме того что украинским представителям теперь придется искать общий язык с новым президентом США Дональдом Трампом еще и Евросоюз можно сказать уходит на выборы Франция Германия Нидерланды от голосований в этих странах будет зависеть очень многое для Украины Выбор голландцев этой весной определит в том числе и судьбу соглашения об ассоциации с нашей страной В Германии как раз сегодня Ангела Меркель официально заявила что собирается баллотироваться на пост канцлера и хотя опросы показывают что ее готовы поддержать 55% избирателей четвертый канцлерский срок для Меркель все таки еще не гарантирован и в Германии тоже может как в Америке тем более что и Франк Вальтерштанмайер скорее всего станет новым президентом Германии а вот кто возглавит немецкий МИД еще вопрос но самое интересное во Франции там готовятся к выборам президента и рейтинг действующего главы государства Франсуа Оландо настолько низкий что вариантов переизбраться у него не так уж и много французам придется выбирать между кандидатом от крайне правых Марин Лепен и кандидатом от республиканцев а вот кто им станет Николя Саркази или один из двух Ален Жипе или Франсуа Фион решается на праймерис за которыми внимательно следит моя коллега София Гордиенко сегодня был первый тур София с нами сейчас на связи я приветствую тебя скажи уже известны результаты этих первичных выборов привет Алексей несмотря на такую ужасную погоду как ты видишь сегодня еще был шквальный ветер вообще это был пример гражданской сознательности люди ждали полтора часа чтобы проголосовать и около 4 миллионов французов пришли на праймерис относительно результатов очень интересно даже не было экзитполов так как это праймерис еще и первый тур не так много денег соответственно никто не будет нанимать специальных людей чтобы подсчитывать кто выйдет во второй тур соответственно мы можем только гадать но фавориты известны между прочим количество людей которые пришли сегодня объясняется не только тем что мобилизировались сильно республиканцы и центристы ведь это они выбирают кандидата в кандидаты мои друзья гашисты левых взглядов еще полгода назад говорили что они скорее всего что будут голосовать за правых за правого Алана Жупе это бывший премьер-министр при Жаке Шираке и он такой самый можно сказать спокойный уравновешенный человек уравновешенный политик его среди своих называют ходячим компьютером он славится хорошим сильным умом и вот за него скорее всего что будут голосовать и левые и правые у него очень хорошие рейтинги что касается его главных соперников это Франсуа Фион ревностный католик тоже премьер-министр он был премьер-министром при Саркази и кстати именно в это премьерство они как-то окончательно рассорились у них очень плохие сейчас отношения и можно сказать что если Франсуа Фион выйдет и во второй тур и победит то вряд ли найдется место для Саркази уже в его правительстве но и Николай Саркази у него своя аудитория это пожилые француженки он их обаял своей харизматичностью но за Саркази такой хвост просто криминала который не позволяет большинству французов в том числе правых позволить ему пройти и даже шутили сегодня французы в твиттере что давайте гадать на монете мы подбрасываем 2 евро вверх если падает орел голосуем за Жупе падает решка голосуем за Фиона а если на ребро ну тогда уже Саркази Алексей чтобы эти шутки хорошо еще закончились София как вообще выборы во Франции вот как ты думаешь могут повлиять на расстановку сил в Европе не могут ли они стать еще и ну таким же потрясением как победа Дональда Трампа в США вот если ты меня спросил еще месяц назад что я думаю о выборах особенно о втором туре выборов с Марин Лепен я бы сказала да никогда Франция она не может допустить президента националиста и шовиниста к власти потому что был уже в истории этой страны такой случай в 2002 год случайно непонятно как но во второй тур пробирается отец Марин Лепен и тут вся Франция мобилизируется идут люди на выборы и начинают голосовать за Жака Ширака за которого голосуют даже левые они его терпеть не могут и таким образом только чтобы не допустить Жанна Марин Лепена к власти фактически 82% французов проголосовали за Ширака но в этом случае у меня даже сложилось такое ощущение что какой-то моральный барьер был сломан Трампом и что будет происходить на этих выборах совсем непонятно можно предсказывать все но есть одна черта у французов которая может конечно повлиять это то что французы они как бы так сказать мочисты вообще во французской власти если вы заметили не так много руководящих постов за женщинами ни разу президентом не было женщина мало того премьер-министром женщина была только один раз и вот этот факт может конечно повлиять на то каков будет уже исход выборов Алексей все понятно спасибо тебе Соня за работу моя коллега София Гордиенко была с нами на прямой связи ну что ж у меня на этом все такими были подробности этой недели спасибо что смотрели а прямо сейчас в эфире Интера обращение президента Петра Порошенко к украинскому народу Субтитры подогнал «Симон» Спасибо.